Григорий Маслаков Григорий Маслаков родился в 1877 году семье бедняков в Ставропольском крае. Вплоть до революции проживал в Сальском округе области войска Донского, территория которого ныне входит в состав России и Украины. До Первой мировой войны служил объездчиком у коннозаводчика Королькова, после поступил на службу в конную артиллерию, где дослужился до звания вахмистра. В феврале 1918 года Маслаков создал краснопартизанский отряд в Сальском округе, во главе которого воевал против белоказаков, атаманов, Попова и Краснова. В мае того же года маслаковские партизаны присоединились к отряду Думенко. В сформированной вскоре бригаде бывший вахмистр стал командиром эскадрона, затем командовал Первым кавалерийским полком. В марте 1919 года за боевые заслуги Маслаков вместе с начальником дивизии Думенко и командиром бригады Буденным был награжден орденом Красного Знамени. Всего же Маслаков имел два ордена Красного Знамени. Командуя полком, он снискал симпатию красноармейцев всей бригады. За умелое руководство полком и за проявленную энергию в военном деле Маслаков в июне 1919 года был назначен командиром Первой отдельной бригады 4-й кавалерийской дивизии. В составе 4-й дивизии бригада Григория Маслакова участвовала в подавлении повстанцев под командованием Нестора Махно в Екатеринославской губернии. За отказ вести карательные акции против повстанцев в начале февраля 1921 года против Маслакова было возбуждено дело о контрреволюции с целью отдать его под суд революционного трибунала. Чтобы избежать наказания, Маслаков призвал свою бригаду и местное население выступить против большевиков и оказать поддержку повстанцам. 8 февраля Маслакова удалось уйти с частью бригады к Дону, где он присоединился к армии Нестора Махно. Повстанцы громили революционные комитеты. За это время численность бригады Маслакова выросла до 5000 человек за счет казаков Дона и отряда Сизова. 11 февраля 1921 года Маслаков был объявлен вне закона, так как на почве пьянства и демагоги увлек на мятеж значительную часть бойцов 19-го кавалерийского полка и предал дело революции, как говорилось в приказе. 10 марта 1921 года Маслаков со своим отрядом с согласием Нестора Махно двинулись на Северный Кавказ, получив название «Кавказская повстанческая армия махновцев». Надеюсь убедить станичников из 1-й конной армии под командованием Буденного и 2-й конной армии под командованием Миронова перейти на сторону повстанцев, Маслаков вернулся в Ставропольский край. В марте Маслаков с боями прорвался на северо-восток к Царицыну и Астрахани. Численность армии Маслакова колебалась в течение следующих шести месяцев от одной до четырех тысяч бойцов и вела бои в Калмыцких степях. Первые бои армия Маслакова вела в районе Молодербетского Улуса в марте 1921 года и в начале апреля заняла Яшкуль, Чилгер, Улан Эргий, Бургун, Сала, а 29 апреля армия Маслакова заняла город Элиста. Уже в 1921 году армия Маслакова была полностью разгромлена Красной армией. Маслаков и его соратник Брава были убиты амнистированными участниками отряда.